С виду обычная буханка, сошедшая с конвейера Владимирского хлебокомбината, но по вкусу максимально приближена к хлебу военных лет. Ржаная мука грубого помола, вода и соль. Самый важный продукт во время Великой Отечественной пекли практически из всего, что было съедобного под рукой. Спустя более 70 лет рецептура соблюдена. Не один год Владимирский хлебокомбинат выпекает ограниченное количество такого хлеба специально ко Дню Победы. И надо представить, что эту буханку разрезали на несколько долей. Как правило, это было 10 долей, так как буханка достаточно крупная. И лишь одна маленькая доля этого продукта попадала на стол к нашим землякам и к жителям нашей большой страны. Продавали хлеб Победы в магазинах Владимира всего несколько дней. Вырученные деньги хлебокомбинат отдаёт Центру комплексного социального обслуживания населения. Он занимается проблемами инвалидов, пожилых людей, в том числе и тех, кто застал тяжёлые военные годы. Многие из них одиноки. Деньги понадобятся на неотложную помощь. Купить продукты и лекарства, сделать небольшой ремонт, оформить документы. Я думаю, что действительно вот те средства благотворительные, которые от этой акции поступают к нам на счёт, они действительно найдут именно тех, кто больше всего нуждается в этой поддержке. Я думаю, что мы не устаем никогда говорить спасибо нашим благотворителям. В учебном зале Владимирского хлебокомбината те, кто приложил добрые руки к созданию хлеба Победы – пекари и технологи. На следующий год мы планируем расширить эту акцию, расширить её и на Владимир, и на Владимирскую область, и, соответственно, дать возможность жителям близлежащих регионов участвовать в этой программе. Хлеб Победы – один из некоммерческих проектов Владимирского хлебокомбината. Благотворительных акций много. Ведь даже во время войны рабочие хлебокомбината не только выпускали жизненно важный продукт, кормили раненых в госпиталях, но и собирали средства для батальона народного ополчения. Екатерина Гаврилова, Дмитрий Шаталов, Губерния 33.